А вам нравятся такие женщины? Это вызывает уважение, потому что воля к победе... А уважение в чем, я не пойму? Воля к победе, Рос. Девочки, просто простота это не путь Нектария. Не любит он девушек простых. Ему нужен вот этот флёр таинственности. Прошло. Нравится разгадывать. Нектария, и добила вас вот такое музыкальное пристрастие вашей девушки? Любила она песенку императрицы? Верно. Если бы у меня домработница даже слушала бы эту песню, я бы её уволила. Потому что, мне кажется, пошли, ничего в мире нет. И я с вами в этом смысле солидарна абсолютно. Дело не в том, что я пытаюсь каким-то образом охарактеризовать эту песню. А почему нет? Нет, почему нет. Послушайте, как раз отношения людей строятся вот на этих самых нюансах. Я в сотый раз повторяю, это кажется, что людей разводят какие-то предательства, измены и так далее. Согласен. Это, как правило, зачастую не является причиной развода. Согласен. Мелочи. Ну вот, если бы мой муж слушал, ну, например, жансон, я бы с ним развелась. То есть я бы с ним не свелась, потому что он любит настоящую музыку. Так что я вас понимаю, да. Да, здесь речь идёт не о пристрастиях той девушки, которая мне на тот момент нравилась. А дело в том, что, в принципе, эта песня была прообразом её подхода к жизни. А любой статус он должен быть заслуженным, на мой взгляд. Статус императрицы она не заслужила. А кто-то любит тихонь, да, простушек, которые их привлекают. Это нормально. С ними неинтересно. А ей казалось, что если вы будете носить за ней дамскую сумочку, гулять с её собачкой, то она вот в глазах окружающих будет выглядеть вот той самой императрицей. Ну, в моём случае ей действительно казалось, но на примере других ребят, с которыми она встречалась, она это правило доказывала. Ну, девушка была неумна, но я делаю такой вывод, извините, поэтому хорошо, что вы с ней расстались и пришли к нам на программу. Значит, сегодня у нас будет здесь жарко.